В эфире новости спорта. Я Гульнара Успанова. Здравствуйте. Давайте начнем. Тюменка Елизавета Клеванович завоевала бронзовую медаль чемпионата России по плаванию, которая в эти дни проходит в Казани. Девушка отличилась на своей коронной дистанции. 100 метров вольным стилем. Подробности далее. Квалификацию Елизавета преодолела на 10-й позиции. В полуфинале чемпионка Европы показала уже шестой результат. В решающем заплыве Клеванович раскрылась по-настоящему. Взорвавшись финишным спортом, она замкнула тройку призеров, финишировав через 54,64 секунды. Победу праздновала чемпионка мира на короткой воде Мария Каменева, представляющая Санкт-Петербург и Оренбургскую область. Второй стала Арина Суркова из Новосибирска. Норматив для попадания на Олимпиаду равен 54,38 секунды. Его выполнила только Каменева. Но Елизавета Клеванович сохраняет шансы на поездку в Токио в составе эстафетной сборной России. Национальный чемпионат завершится уже сегодня. Лыжи или биатлон? Какой вид спорта важнее? Спор об этом длится уже много лет. Но кто сказал, что для достижения хорошего результата обязательно выбирать что-то одно? Тюменские паралимпийцы доказали, что это совсем не обязательно. Разумеется, организаторы сделали все, чтобы соревнования состоялись. Правда, сделали Кубок Мира укороченным. Провели всего два этапа. А по его итогу вместо привычных хрустальных глобусов вручили победителям стеклянные медали. Было все строго. Каждые три дня мы сдавали ПЦР. Я так понял, они двух видов. Потому что один раз берут мазок из носа, другой раз мазок из зоба. Перед каждым городом блокпост. Дороги перегорожены. И тоже спрашивают, куда вы едете. Но даже при такой максимальной безопасности находились неприятные казусные моменты, которые решали судьбу общего зачета. А тут у нас получилась история с Тарасовым. Роман, который ведущий Смирновой. Оказалось, что два Тарасовых романа и оба романа. И перепутали одного легкотлета и одного моего спортсмена-ведущего. И в результате оказалось, что у моего спортсмена не оказалось пробы. И это выяснилось только на втором этапе. И поэтому Смирнова многое не доработало именно в плане призовых мест. А боролась Юлия Смирнова с другой тюменкой Верой Хлызовой. Хотя в биатлонных соревнованиях сделать это кому угодно в мире очень сложно. Представьте, что Тириль Экхов выступает за Россию. Примерно таким же гегемоном является и Хлызова, который даже коронавирус не помеха. Правда, в лыжных гонках в этом сезоне результат ее не особенно порадовал. В этом году не получилось забрать два хрустальных глобуса. Получилось забрать только по биатлону. Чисто выиграв все гонки. Все пять гонок. Третье место по лыжным гонкам в общем зачете Кубка мира. Это повод задуматься, какие ошибки я допустила в подготовке. В мужской части Кубка мира также не обошлось без тюменского соперничества. Станислав Чехлаев и Николай Полухин оккупировали вершины финишных протоколов как в лыжных гонках, так и в биатлоне. Их отделяло всего несколько очков, но в момент, когда Полухину кровь из носу нужно было попадать в тройку, исход борьбы решил технический сбой. Мне не удалось попасть в призы из-за проблем со стрельбой. Именно были электронные, как сказать, электронные замыкания. То есть электроника дала сбой. У меня было вместо двух три промаха. И организаторы их засчитали. Тюменские паралимпийцы сумели полностью захватить первенство в биатлоне. И у мужчин, и у женщин на первых двух местах в общем зачете только наши спортсмены. Интересно, а смогут ли они помочь национальной олимпийской сборной? Всего две недели назад соперник Полухина и Чехлаева Себастьян Модин пробежал одиночную смешанную эстафету в чемпионате Швеции по биатлону. Его дуэт с Николиной Линквист стал 13-м из 22-х команд. К слову, Модин в общем зачете пара биатлона стал только 14-м, уступив тюменцам. Более 300 очков. В этом году в чемпионате Швеции по биатлону принял участие паралимпийц. И вообще в России возможно ли это или готовы ли вы на такое, хотя бы в качестве опыта? Я, видимо, упустил этот момент и не следил, не знаю об этой истории. Я старше Модина, и у меня опыта больше. И участие в марафонах, мне кажется, у меня тоже больше. Со здоровыми. Участвовал много раз в Югровопед в этом году тоже зарегистрировался электронно. Но, к сожалению, 10 апреля я буду в Москве, проходить умол. Паралимпийцы – одни из самых универсальных и сильных спортсменов страны. Совместить биатлон и лыжи легко. Преодолеть жизненные обстоятельства – решаемо. Поэтому не удивимся, если история шведа Модина продолжится уже в российском антураже. Юные дюдаисты Тюменской области борются за места в национальной сборной подзюдо. Всероссийские соревнования проходят в эти дни в Санкт-Петербурге. А накануне наш спортсмен завоевал золото на первенстве страны в Новосибирске. Там проходила демонстрация техники ката, в которой Тимирлан Шахновазов стал лучшим. Что это за направление, расскажут мои коллеги. Воспитанник Центра Олимпийской подготовки «Тюмень дзюдо» Тимирлан Шахновазов под руководством тренеров Владимира Воробьева, Вадима Гусева и Алексея Буклаускаса в составе сборной «Урала» завоевал золотую медаль командного турнира «Перенство России» по демонстрации техники дзюдо. Цель соперничества в ката заключается в том, чтобы выполнить определенный комплекс бросков. Техничнее, эффектнее и быстрее, чем соперник. Виртуозность выполнения бросков достигается годами упорных тренировок, перефразируя старинную мудрость «Век борись, век бросай». За одну тренировку Тимирлан Шахновазов порой выполняет по сотне, а то и более различных технических приемов выведения соперника из равновесия. Мой любимый бросок – это два рукава и задняя подножка. У меня сейчас синий пояс официальный, но я нашел коричневый, потому что я выиграл в Уфо и поехал на Россию, стали вторыми и первыми. И я поэтому одел коричневый тренер. Мне тренер типа сказал, ты можешь ходить с коричневым. У него броски подхват, под одну, под две подхват, пистолетик. Ну, такие хорошие броски и класс такой. Не каждый может такие броски исполнить. Ну, у меня похуже техника, из-за этого я не заметил, как он меня бросил. И получился хороший бросок. Способность признавать превосходство другого дзюдоиста над собой дорогого стоит. Да и не бывает такого, что кто-то один во всем лучше остальных. В командных соревнованиях свою лепту в общий результат вносит каждый борец. Когда ты выходишь, ты осознаешь, что на тебя надеется команда. И зрители все смотрят на тебя. Это физически и морально тяжело. Помогает команда и тренер. Когда ты осознаешь, что видишь, что они за тебя болеют, это волнение пропадает. В Японии такой есть борец. Шахи, он очень хороший борец. Борец 83. Многократный чемпион репистских игр. Мне нравятся его броски. Сам корону на него подхват. Я подражаю его. 17 апреля воспитанники Центра спортивной подготовки Тюмень-Дзюдо выступят на домашнем турнире Кубок Сэнсея, где смогут продемонстрировать все свои умения и навыки, которые, конечно, не ограничиваются одним лишь формальным комплексом упражнений ката. Зарядка от нас, здоровье для вас. Так, в этом году в Юргинском районе назвали флешмоб, который прошел в рамках региональной акции «Областная зарядка». Как проходят физкульт-минутки на улицах? Давайте посмотрим. На центральной площади районного центра под ритмичную музыку специалисты детской и юношеской спортивной школы предлагали повторить всем желающим несложные спортивные движения. Сегодня у нас участвуют в зарядке все возраста – и школьники, и студенты, пенсионеры, и работающие молодежь, и средний возраст. То есть постараемся охватить всех. Тренер спортивной школы Александр Исаулков всегда за спортивную массовость. Он принимает участие в каждой подобной акции и всем желает того же. Зарядку обязательно нужно делать каждое утро. Не только зарядку, а это водные процедуры. Обязательно лучше при возможности зарядку проводить на свежем воздухе. Мероприятие чудесное. Тем более сегодня такая погода чудесная. И вообще весна заряжает бодростью. Еще полдня рабочих, поэтому все будет замечательно, все будет позитивно. Я принимаю решение, что нужно так заниматься каждое утро. Это очень позитивно и очень классно для здоровья. Акция «Областная зарядка» продлится до 28 апреля. О спорте на этом все. Оставайтесь на «Тюменском времени». До встречи в эфире. До встречи в эфире.